В Приоралии готовятся к посевной риса из 183 тысяч гектаров земель. Под главную сельхозкультуру региона будет отведено 88 тысяч гектаров. В прошлом году область взяла курс на диверсификацию. Какие акценты будут сделаны в этот аграрный сезон, знает моя коллега Райхан Тажибаева. Райхан, слава вам! Здравствуйте, Арстан! В этом году посевная риса начнется буквально через несколько минут. И проходить она будет не в самых лучших условиях. Помимо переменчивых погодных условий, свои коррективы вносит и пандемия коронавируса. Тем не менее, весенние полевые работы в регионе завершены в срок. И кроме риса, область делает ставки на влагосберегающие культуры. Будут увеличены посевы бобовых, в частности сои, почти в 7,5 раз. Кукурузы, плодово-ягодных и овощных культур. Нехватка последних стала особенно ощутима сейчас в условиях карантина. К этому дню уже высажены ячмень, пшеница, сафлор и люцерна. Отмечу, что хозяйства обеспечены семенами и минеральными удобрениями. Очищены поливные каналы, приведены в порядок гидросооружения. На полях работают около 2000 единиц техники, что очень важно. Проблем с корюче-смазочными материалами нет. Выделено порядка 14 тысяч тонн дистоплива. В апреле-май его можно будет приобрести по 162 тенге за литр. Однако больше всего сейчас агрария волнует вопрос поливной воды. В этом году специалисты прогнозируют ее дефицит. По их словам, запасов в Шардаринском и Сарайском водохранилищах может просто не хватить. Для регулярного полива сельскохозяйственных культур ежегодно в регионе расходуется свыше 4 миллиардов кубометров воды. Сейчас запасы водохранилища составляют около 7 миллиардов. Данный объем рассчитан не только для нужд Казларденской области, но и Туркестанской. Сейчас уточняем прогнозы специалистов. Добавлю, что в связи с карантином ограничены въезды и выезды на территорию области. Однако для ввоза медикаментов, продуктов питания и сельскохозяйственной техники установлен зеленый коридор. Местные власти стараются оперативно решать все возникающие проблемы. Да и фермеры тоже понимают, что сейчас как никогда важно вовремя начать и успешно завершить пассивную кампанию. Поэтому, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, они работают в штатном режиме. Арстан? Спасибо из Казлардинского региона. Нас информирует моя коллега Райхан Тажибаева.